Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, я уже больше трех лет вещаю на ютубе, за это время срубил больше 10 миллионов просмотров, приличную сумму рублей, были у меня удачные проекты, были так себе, были вообще провальные, я наделал кучу ошибок, проверял кучу теорий и сейчас поделюсь с вами какими-то своими возможно ценными наблюдениями. Конечно, если бы я собирал миллионы каждым роликом, эти советы были бы платными, но миллионов у меня пока что нет на одном видосе, поэтому все абсолютно бесплатно и вы прямо сейчас, в эту секунду, можете вырубить нахрен этот ролик со словами, да чему меня может научить этот пухлый жулик, что это за щекастый аферист, он же лузер, он же бесполезен, у него смешные просмотры, но, если хотя бы один человек после просмотра этого видео запустит более-менее успешный ютуб канал, я буду совершенно счастлив. Так что подписывайтесь на канал, бейте в колокольчик и поехали! Самая главная ваша задача на ютубе собрать лояльную аудиторию, не найти какую-то формулу собирания, не взломать ютуб, а просто отыскать людей, у которых будет стоять колокол, которые будут заходить на ваш канал и проверять нет ли свежих видосов, даже если колокол не прозвенел, эти люди будут лайкать и комментировать, у вас появится свое комьюнити, сначала там будет 50 человек, потом 100, потом 500, потом 1000, потом несколько тысяч, и это ваши постоянные зрители, и это самое ценное, что может быть на ютубе. Просто объясню, 10 видео по 10 тысяч просмотров, это гораздо лучше, чем, например, одно видео на 91 тысячу просмотров, плюс 9 видосов по 1000 просмотров. Там и там в сумме столько сарей просмотров, но стабильность гораздо ценнее и важнее. Кстати, по поводу взлома ютуба, каких-то алгоритмов и так далее, ютуб жутко индивидуален, и ютуб крайне умен, это нейросети, это алгоритмы, но ютуб реально подстраивается и под автора контента, и под его аудиторию. Например, вы делаете канал для любителей футбола, собираете 100 тысяч подписчиков, вам кажется, вот, все они, 100 тысяч мои, а запущу-ка я теперь кулинарное шоу. И ютуб такой, ага, какая-то еда, какая-то хавка, здесь людям интересен футбол, а я не буду рекомендовать им эти странные видосы, поэтому формат провалится. Либо бывает наоборот, ютуб решает, вот этот чувак, и его хотят смотреть, и неважно совершенно, о чем он говорит, естественно, ютуб бустит каждый ролик такого счастливого автора контента. Не нужно пытаться искать какие-то закономерности, как я уже сказал, наращивайте лояльную базу. Второй мега важный момент, люди хотят слушать. Самое важное в 2023 году на ютубе, это звук. 2000 рублей вы потратите на какую-то приличную петличку, 3000 рублей вы потратите на какой-то терпимый USB микрофон, но зато вам не придется говорить, ой, извините, пожалуйста, за звук, да, там эхо, да, там перегрузы, но ведь у меня крутая картинка, у меня такой мощный монтаж, ну, вслушайтесь, пожалуйста, субтитры есть? Нет, самое важное, это именно качество звука. То есть, картинка может быть просто не стыдной, монтаж не отвратительным, не каким-то дефолтным из Windows Movie Maker, хотя бы там второй эффект поищите, чтобы быть немножечко оригинальными. Но звук действительно решает, так что акцент строго на нем. В описании лежит ссылочка, там обзор самой простой, самой понятной петлички, разберется любой человек, чтобы звук был хотя бы стабильным, чтобы вас слышали. Третья вещь, которую я понял за эти годы на ютубе, грустно признавать, но содержание ролика это всего лишь 33% успеха. Вот вам кажется, я прописал мощнейший сценарий, есть фактура, есть какой-то эксклюзив, это все замечательно, но содержание всего лишь 33%. Еще 33% это заголовок вашего видоса и еще 33% это обложка. Все это должно привлекать внимание, заголовок должен быть сочным. Решают 2-3 первых слова, все остальное добавляется уже строго для поиска. Как быть с картинкой, я не знаю, потому что бывает, что собирают клики очень красивые обложки. А бывает, что собирают такие, как у Александра Лютикова, примерно на экране, он своими омскими руками это все рисует, и он очень доволен производимым эффектом. Мораль тут очень простая, даже когда вы сделали видос, обязательно просто несколько минут подумайте, какой заголовок может быть самым привлекательным, возможно слегка кликбейтным. Поэкспериментируйте с обложками, то есть запарьтесь чуть больше, чем над обычным содержанием ролика. Следующее мое наблюдение касается хронометража. Идеальное время видоса на ютубе по моей версии от 11 до 39 минут. Меньше 10 минут человек включает за едой, как правило, и такой, блин, я не успею поесть, придется руками там что-то переключать, что-то перемещать. Не, я лучше что-нибудь подольше себе выберу. Больше 39 минут это уже какая-то лекция. Идет ассоциация с уроками, с парами, негативно, слишком длинно. Поэтому вот такой достаточно, кстати, большой промежуток. Кстати, мега важный параметр удержания ролика. Один из ключевых на ютубе. Что я имею в виду? Ютуб обожает, когда видосы смотрят долго, потому что люди проводят время на сайте, потому что туда можно напихать рекламы. И здесь есть две точки зрения. Абсолютное и относительное. Что же важнее? Одни люди говорят, что если видос идет 60 минут, а среднее время удержания 15 минут, то для ютуба это лучше, это привлекательнее, чем видос, который идет 20 минут, а среднее время удержания 10 минут. Потому что 15 минут это больше, чем 10. Есть и вторая точка зрения. Гораздо важнее, чтобы был выше процент удержания. То есть 15 минут от 60 минут это 25%. 10 минут от 20 минут это 50%. И 50% это, наверное, покруче. Что по этому поводу думаю я? Я опытным путем выяснил, что да, ютуб больше ценит длинные ролики. И у меня есть предел. Вот люди готовы максимум смотреть на мои пухлые щи 15 минут. Вот никогда почти, что у меня не было среднего времени больше, чем 15-16 минут. Поэтому что я делаю? Максимум, какой у меня может быть хрон на видосе, 30 минут. Чтобы было 50% удержания, чтобы были те самые 15 минут. Для ютуба это очень солидно. И когда я начал так делать, вот летом 2022 года, у меня просмотры поползли вверх. И я это прямо заметил. Тайм-коды. Тайм-коды нужны всегда даже коротким видео. Даже если они идут 5 минут. Это просто как содержание у книги. Во-первых, это правила хорошего тона. Во-вторых, это дополнительные ключевые слова в описании. Это такое шаманство. Некоторые верят, что работает. Некоторые говорят, да нет, в описании можно вообще ничего не добавлять. Я считаю, что работает. И третий аргумент. Ютуб очень любит, когда к видео возвращаются. Например, какой-то зритель открыл ваш ролик. Он идет, например, 20 минут. Там есть тайм-коды. Он посмотрел три тайм-кода, а еще парочку запомнил, чтобы потом заценить. И вот он посмотрел эти три. Прошло какое-то время. Он вернулся на видос. Ютуб такой, о, классно. Там какое-то классное содержание. Там как-то круто все рассказывает автор. Там все очень полезно. Буду-ка я этот ролик продвигать. Очень многие начинающие авторы контента на Ютубе либо стесняются просить лайки, подписки, колокола и так далее. Либо просят, но слишком дежурно. Знаете, какой-то белый шум. Как доставаете двойные листочки в школе, так и здесь подписывайтесь на канал, бла-бла-бла. Я понял, что действительно тема работает. Если ты просишь подписаться, как я сейчас, в середине ролика, если ты акцентируешь внимание на том, что колокола иногда отжимаются, есть, к сожалению, у Ютуба такой баг, если ты хотя бы немножечко креативишь, если ты благодаришь за подписки, это все увеличивает вашу аудиторию. И я читал какое-то исследование года три назад, что когда ты просишь подписки и лайки, эффект на 20% лучше, чем если ты не просишь, если человек просто сам по своей воле подписывается, потому что ему понравилось. Короче, не стесняйтесь и подходите к этому вопросу с минимальным хотя бы креативом. Еще одна супер базовая штука. Всем, кто со мной консультируется, вот я хочу зайти на Ютуб, что посоветуешь, какое оборудование, как вообще начинать, с чего, я всем говорю, прежде чем ворваться, пропиши хотя бы темы первых 10 роликов, а лучше сценарии первых 10 видосов. Потому что бывает, что человек выдумывает идею, тратит на реализацию все деньги, выпускает один видос, он что-то там собирает, а дальше идеи уже нет. И получается, что какой-то гигантский простой, пока накопишь деньги на новый видос, пока появится идея, пока родится сценарий, пока это снимешь, смонтируешь, Ютуб такое не любит. Нужна регулярность. Один-два раза в месяц выходить, это, наверное, минимум. Раз в 10 дней, это хорошо, раз в неделю, отлично, два раза в неделю, это прямо замечательно. Существует и ошибочный подход, от которого я вас сейчас хочу предостеречь. Вот есть такая категория людей, таких людей немало, которые видят повара, поцика, но есть и более актуальные мемы, и они рассуждают, что вот я сейчас придумаю какое-то видео, я с ним взорву, я стану мемом, ко мне сразу же придут рекламодатели, а там посмотрим. Такого практически не бывает. Это фактически, ну просто мега удача. Ютуб это про стабильную работу, это про работу в долгую, поэтому не надо закладываться на один какой-то мега взрывной ролик. Какие видосы делать в начале? Жизнь учит, что в начале нужно делать вечно зеленые видосы. У меня есть постоянный новостной формат, но я начал его пулять только когда собрал первую лояльную аудиторию. Первые 39 роликов на моем вот этом канале были практически вечными. То есть какие-то гайды, какие-то инструкции, какие-то личные впечатления, личный опыт, какие-то цифры, какие-то инсайды, которыми можно было пользоваться еще многие-многие месяцы. Вот это я все давал, и это действительно сработало. То есть я вам советую, прежде чем вот типа сейчас я буду обозревать новости, обозревать новинки, гаджетов, что-то еще, прежде чем делать что-то сиюминутное, запарьтесь. И вот из тех 10 роликов, которые вы как раз пропишете, те самые сценарии, ну чтобы 7-8 были вечно зелеными, это прямо идеально. Стыдно ли воровать форматы в 2023 году? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться в 2017, тогда только появился Юрий Дудь, еще не иноагент, сейчас уже иноагент. Мною тогда на ютубе еще даже не пахло. И после Дудя возникли всякие эпигоны. Шихман, Лядов, Солодников, ну вы все их помните. И когда это происходило, я просто возмущался. Я считал, что копировать это мега унизительно. Вот же, есть идея, вот эти два стула. Зачем же вы повторяете, какая гарость, какой же зашквар? Сейчас я понимаю, что всем абсолютно плевать, что увлекательный ролик все равно посмотрят. И даже в 2023 году формат интервью, даже не самым звездным, но каким-нибудь начитанным, интеллектуальным, эрудированным гостем, это все равно круто, это может зайти, особенно если сделать классный заголовок и сочную картинку. Поэтому не парьтесь над воровством форматов. Крысьте, воруйте, пи***ь. Кстати, раз уж мы с вами заговорили про моих любимых крыс, я с вами поделюсь очень крысиным, но очевидным приемом и самое главное рабочим приемом. Если видос можно тематически разделить на две части, смело делите. Во-первых, два видоса по-любому соберут больше, чем один. Во-вторых, между этими роликами будет рециркуляция за счет рекомендаций, за счет ссылок в описании. В-третьих, допустим, кто-нибудь посмотрел первую часть, подписался, чтобы дождаться второй части, посмотрел вторую, и вот у вас уже тот самый лояльный зритель. Короче, вы уже явно догадались, у этого ролика будет продолжение, и во второй части я расскажу о рекламе, об оптимизации, о монетизации, о стоимости видосов и о других секретах ютуба. Как только вторая часть появится, я ее закреплю в описании, вы легко ее найдете. А пока что задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на мой канал, бейте в колокольчик, не забывайте, ставьте ваш ценнейший лайк. С вами был Павел Городницкий, чао!